всем привет мои хорошие и с вами я светлана та и сегодня мы с вами будем готовить творожный пирог с клубникой для этого вам понадобится для теста вам понадобится 50 грамм сливочного масла или вот такое в турции тиреяги мы пользуемся очень хорошо для теста маргарин 50 грамм использовали 2 стакана просеянной муки одно яйцо нужно 2 стакана сми 2 столовые ложки сметаны но у меня сметаны нету и я использовала йогурт посмотрим что из этого получится соль и сахар по вкусу для начинки нужно 2 столовые ложки сахара ягоды 2 яйца полкило вот такого творога и обязательно вам понадобится 2 столовые ложки крахмала посмотрите в турции вот такой крахмал юнеш называется ну так вот приступаем готовим тесто прежде всего 50 грамм масла нужно смешать с двумя стаканами муки до образования крошки вот таким образом вот такая крошка у вас должна получиться затем мы добавляем одно яйцо яичко скорлупу для цветочков 2 столовые ложки йогурта или сметаны что у вас есть ну приблизительно я не знаю там добавить соль по вкусу и сахар какой вы хотите сладкая наверно да пускай будет сладкое тесто пирог же сладкий это две столовые ложки и мы с вами замешиваем тесто друзья вот такое замечательное тесто у меня получилось сейчас я его обверну пленкой и по холодильник на два часа спрячу а и тем временем мы подготовим с вами начинку вот так вот я обернула пищевой пленкой и на два часа в холодильник чтобы приготовить начинку значит мы что делаем берем 2 яйца сначала я собью 2 яйца блендером затем добавлю сахар сейчас сюда добавляю две ложки крахмала и мои хорошие ванильный сахар чтобы вкус приятный аромат вот такое получилось у меня сейчас знаете что я сделаю возьму блендер среди так как творог у меня посмотрите немножко привести его в чувство я решила его взбить чуть-чуть блендере а потом помешать вместе с этим что миксер с ним не справиться надо его хорошенько раскрошить не так ли собьем его я правильно сделала что взбила специально вот этот творог размяла в блендере потому что посреди какой стал пористый пришел чувство теперь мы что сделаем я продолжу это делать блендере миксер с не справиться с этим нет я уже чувствую смешаем значит начинку нашу яйца сахар и крахмал ванилин блендере а потом если получится то и добавлю с миксером так друзья мои продолжаем взбивать смотрите я взбила в блендере творог и знаете что попробовал на вкус добавила я еще сахара потому что сахар ну знаю мой муж любит сладкое и попробовала что сахар нужно добавить творог в разный в разных странах поэтому а сейчас вкусно в общем добавила еще одну ложку сахара замечательно вышло в общем сейчас я это все продолжу бленд этим миксером если у меня получится вкуснятина друзья очень вкусно так снимаем насадку если получится что получится мне даже не знаю сладкое вкусное отлично получается друзья мы посмотрите наше начинка готова наше начинка готова будем ждать тесто когда будет готово продумать с вами тем временем я подготовила такую форму говорит мой муж что оно не испорчится посмотрим но я должна в начале пропекать это тесто 10 минут кальку вырезала бумагу для запекания форма готова и смазала также маслом эту форму все стенки потому что мы будем делать бордики после того как тесто два часа полежала в пленке в холодильнике я взяла такую форму и раскатала его и с помощью перчатки очень удобно мои хорошие пользуйтесь сделала бордики такие и сейчас нужно наколоть в нескольких местах вилочкой и отправим в духовку разогретую до 180 градусов на 10 минут поставила я мой корж на 10 минут посмотрите 180 градусов 10 минут будем ждать 10 минут прошло после того как мой пирог побывал в духовке сейчас мы будем выкладывать начинку из творожную и друзья мои поставим в духовку еще на 40 45 минут на температуру 180 градусов так выглядит мой пирог после того как я выложила начинку и клубнику сделала очень много очень знаете что повозиться надо но красота ну а на вкус посмотрим какой он будет сейчас отправляю в духовку на 40 45 минут и вот долгожданный пирог с творожной клубникой сейчас разрежем его немного остынет разрежем и посмотрим какой внутри мои хорошие вот такой получился у нас пирог творожный сейчас мы сашкой вам будем пробовать я его посыпала сахарной мукой ну что пошли мы кушать помогает очень очень